Всем привет из Нью-Йорка, с вами Вася и сегодня с вами посмотрим, почем здесь продукты. Или как сказать правильно, я не знаю, я вот такой простой деревенский парень, называется меня так. Почем тут продукты? В общем, пойдемте, беремте с вами авоськи и пойдемте по магазинам. Смотрите, здесь я на Брайтоне и я зашел в NetCost, это магазин, где продаются русские товары. Ну, не только русские, русские они называются, потому что из стран, которые говорят на русском языке. Здесь в русском магазине можно встретить и страны Прибалтики, товары стран Прибалтики, Украина, Беларусь, Польша, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Все, кто более-менее хотя бы отдаленно говорят на русском, называются это русские магазины. Просто так здесь принято. Цены совершенно разные, если сказать по-простому, цены в долларах, вес в паундах, цены в деньгах, вес физический. Собственно, все. Нет такого, что здесь куриные яйца берут в ипотеку и расплачиваются десятилетиями. Нет, куриные яйца, они за последний год очень сильно подорожали. В прошлом году стоили от одного доллара на Kings Highway у нас за 12 штук. Сейчас они стоят от 2,5 долларов за 12 штук. Это единственное, что я заметил, что подорожало. Все остальное плюс-минус. Это день выброса мусора справа был. Все остальное по ценам плюс-минус. Что-то дешевеет сезонно, что-то дорожает. Но, вы знаете, нет такого, что американцы стоят возле магазина, глядя на прилавок и воют в потолок. Нет такого. Мне, конечно, такое в комментариях много пишут, но такого нет. Я такого ни разу не видел. Шоколад Милка. Он просто здесь дико дешевый. Доллар 29. Обратите внимание. Это действительно такая низкая цена. Просто объешься здесь, поэтому очень легко поправиться. Я здесь набралась сначала 15 килограмм очень быстро. Здесь все это вкусно, все это недорого. А шоколад какой восхитительный. Это просто сказка. Это рыба. Белая рыба ментая здесь, например, практически ее не найти. Только в русскоязычных магазинах. В русских магазинах. Обычно здесь продается что-то типа форели, салман. Вообще говорят салман очень часто. Но я так вот по-русски салман говорю. Хотя L надо проглатывать, когда произносишь. Это лососевый салман. Как правило, это семга. Иногда бывает горбуша. Но, как правило, семга. Вот видите? Креветки, шримпс разные. Почищенные. Чуть-чуть дороже стоят. Очень часто осетрина продается. И осетрина, я бы не сказал, что дорогая. В некоторых магазинах она стоит так же, как и семга осетрина. Но, если честно, я осетрины не впечатлен. Очень много продается рыба телапия. Или телапия, я не знаю, как правильно. Она белая рыба. Я не помню, чтобы я ее в России ел. Скорее всего, в России как-то по-другому называется. Но она не похожа ни на морской язык. То есть, сом. Ни на что. Просто белая рыба. В Недкосте курица довольно-таки дорогая. Но тоже смотреть надо по акциям. Везде. А, нет, вон, дешево 2,49 стоило. Зря я такое сказал. Зря. Курица дешевая в Недкосте. Так что я беру свои слова назад. И извиняюсь. Но, честно говоря, я уже на память всего не вспомню. Вон, 2,69 стоил. Паун, 453 грамма. Куриный шашлык. Маринованный. Кстати, я его потом вернулся и взял. Он оказался без костей практически. Просто классный. Смотрите, вот опять тёмка 4,99 за подложку солёную. Но я её уже переел. Вон, видите, колбаса. Она в русскоязычных магазинах продаётся везде. Мясо. Ну, вот, цены видите. Если хотите, можете остановить. Но мясо дешевле в Нью-Йорке у азиатов брать. В китайских райончиках особенно. Мясо там очень-очень дешёвое. Колбаса продаётся, я видел, только в русскоязычных магазинах. В итальянском магазине есть ещё разные сырокопчёные колбасы. Колбасы и колбасы наподобие. А вот именно такие типа докторских я видел только в русскоязычных магазинах. Селёдка тоже, только в русскоязычных. Я один раз, знакомый, в Техас отправлял селёдку почтой. Потому что ей было удобнее несколько дней подождать почту. Прямо к дому привезли бы. Чем 15 миль ехать на машине в русский магазин, чтобы купить там селёдку. Она мне тоже из Техаска ещё отправила. В Нью-Йорке вообще магазинов просто море. И здесь транспорт работает круглосуточно. То есть машина здесь не нужна. Вот видите, какие-то блинчики, сыр и что там ещё. Короче, вкусные блинчики. Верьте на слово. Булочки. Я вот слюну сейчас сижу, глотаю. Тоже восхитительные. Очень сильно дешёвые. Цены просто сказочные. Хлеб. Хлеб здесь, если переводить в рубли, довольно-таки дорогой. Но в рубли переводить не надо. И я уже давно не перевожу. Но, если честно, я хлеб не ем. 3,50 такой хороший мультизлаковый хлеб. 3,5 доллара, да. Американских. Если вы живёте в России, вы скажете, дорого. Но здесь другие зарплаты. Не надо забывать. Если для вас этот хлеб дорого, то шлёпайте в фудбанк. И там вам его дадут бесплатно. Бесплатно это дешевле, чем дорого. В принципе. Газировка, смотря где, смотря почём. Обычная двухлитровая Pepsi выходит примерно 2,15, 2,20 в таргете в магазине и выше. Вот куриные яйца. По 12 штук и по 18 продаются. Тоже смотря где. На моей станции Kings Highway, где я живу, там магазинов очень много. И я поэтому знаю, что, где братья. Когда домой иду, туда зайду за одним, туда зайду за другим. Мне очень нравится киевский тортик. Вкусный. Да, я вот такой вот греховный. Я вот кушаю иногда сладкое. Я сладкоежка. Вот признаюсь, это моя проблема. И поэтому я набираю лишний вес. Эспирием сладкого прыщами обсыпает. Это моя проблема по жизни. Масло растительное тоже везде продаётся. Здесь огромный выбор растительных масел. И масло авокадо. Кокосовое. Масло каких-то растений непонятных есть. Это я вот кофе 6,50 посмотрел. 200 грамм или сколько он там? 200, по-моему. Нормально, в общем. Nescafé Gold. Почём? А, нет, вру. Не Nescafé Gold. Ну, тоже что-то 6,50. Недорого, короче. Мне такой банки надолго хватает. Вот куриные яйца. Справа куриные белки. А это что? Это, по-моему, просто куриные яйца, да? Я справа покупаю куриные белки. Это большой очень объём. По-моему, литр здесь. Если честно, я никогда не обращал внимания, сколько здесь по объёму. Кому интересно, нажмите на паузу, посмотрите. Здесь очень много. Это чистые куриные белки. Состав куриные белки. А слева были просто куриные яйца. Очень удобно. Натуральные, разумеется. Из курицы добыты. А это чипсики. А, нет, это попкорн. Тоже с разными вкусами. Чипсов здесь просто море. Просто вот кто любит еду, тот полюбит Америку. И здесь индустрия еды развита. Настолько великолепно, что просто ух. Причём цены в рубли можно не переводить или в вашу местную валюту. Потому что сразу же понимаете, что минимальная плата труда в Нью-Йорке составляет 15 долларов в час. То есть, посмотрите, вот 3 доллара такая упаковка чипсов. То есть за один час можно заработать на 5 таких упаковок чипсов. Минимум. Минимум. А зарплата, как правило, больше. Всякие хлебцы я просто обожаю. Они вкусные сами по себе, на диете и без диеты. А это мороженое, оно просто здесь с ума сойти. Да, оно иногда очень сладкое, потому что в Америке очень много добавляют. Иногда сахар, иногда кукурузного сиропа, иногда сахарозаменители. Но здесь уровень сладости, он в продуктах завышен. И поначалу мне было непривычно. И некоторые мороженое я до сих пор не могу очень много особо есть. Потому что оно реально очень сладкое. Прям приторно-сладкое. Но зато вы быстрее наедаетесь. Вот смотрите, справа, спереди томатильи продается. Я так и не пробовал, если честно. Все время хочу попробовать, но руки не доходят. Смотрите, кабачки справа, цукини. И слева тоже. Я в детстве думал, что там за кабачки такие, цукини. Собственно, цукини, как обычные кабачки, просто поменьше. Это драгонфрут. Драконий глаз иногда называют, иногда драконий фрут. Это белая клубника. Она не совсем белая, она больше желтая. Написано, что она гибрид с ананасом. Не знаю, насколько это правда, но она очень сладкая, очень вкусная. Вот смотрите, это клубника всякая идет. Можете на паузу посмотреть. Это морепродукты охлажденные. Нью-Йорк находится на побережье океана. Это тунец, креветки. Я не знаю, может быть, они были замороженные. Некоторые, скорее всего, были замороженные. Может быть, ну, всякое, короче, бывает. Смотрите, рыба очень недорогая. Кто разбирается в рыбе, какую лучше брать? Лобстеры, которых мне припоминают до сих пор почему-то. Но здесь лобстеры разных размеров и разных цен. Вот смотрите, 6,99, красная рыба. Что за рыба, я не знаю. Вот смотрите, всякое всевозможное. Это у китайцев. Здесь просто огромный выбор охлажденной рыбы. Это мясо, всякое. В мясе я не особо разбираюсь. Какое лучше. Мне какое нравится, такое я и беру. Чисто внешне. Смотрите, вообще доллар, вон, 89 есть, там, что-то с каким-то, с прожилками. Но все равно, мясо-то прилично. Ребрышки всякие есть. Вот смотрите, вообще 99 центов. Я не знаю, что это правда. Что это? Кто знает, напишите мне. Мне очень многие просили показать цену на мясо. Стоимость за 450 грамм, 453 грамм, если быть точными. За паунд. Вот, собственно, продукты такие. Это гусь, насколько я понял. Может, утка. Нет, по-моему, гусь. Иногда цены варьируются плюс-минус. Это какие-то колбаски. Это я попробовал такой. Я выкладывал как-то видео. Травяное желе с медом. Чайный напиток. Там просто булькают вот эти желешки. Надо было сбылтыхать, а я забыл. Это супчик. В Китае очень много таких интересных супчиков. Я, когда был на Хайнане, отдыхал, я их все перепробовал. Они очень интересные. Их много есть сладкого. Фасоль очень часто в Китае воспринимают как десерт. И я видел десерт, взбитые сливки с фасолью сверху посыпанной. И вы прикиньте, сладкие взбитые сливки, сверху фасоль. То есть, да, желе с фасолью сладкое. Мне это немножко непривычно. Но многие почему-то так вот в мире ее воспринимают. Что я только там в Китае не видел, разумеется, необычного из еды. Вот это я взял попить. Тут, смотрите, столько всего интересного, всяких напитков. Там энергетики наверху. Эти какие-то интересные. Вот идешь, 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 и иногда и думаешь, вот что это, куда это, как это. Скорее всего, какие-то рыбные там шарики, тефтельки всякие. Смотрите, вон всякие баблти. Это то ли желе, то ли какие-то мармеладки. Что-то такое там в чае плавает. Прикольно. Разгрызать интересно. Арбузный какой-то напиток. Тоже клевый. Очень вкусный. Вот этот чай мне понравился. Он стоил доллар. Он очень вкусный. Это какие-то соевые шняшки скрученные. Я так и не понял. Я покупал. Они вкуса не имеют. Их надо доготавливать. Мне не понравилось сыром виде грызть. Как-то не особо. Это всякое замороженное. Это саморазогревающиеся лапшички всякие. Все, я иду на кассу. Спасибо, что посмотрели мой ролик. С вами был Вася из Нью-Йорка. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok